Путин, Макрон и Шольц Сельхозпродукции из РФ при условии снятия санкций О том, зачем россияне блокируют 22 миллиона тонн украинского продовольствия в портах, не упомянул А ведь это и есть основная причина дефицита товаров, роста цены и угрозы голода Интересно, что в официальном сообщении правительства ФРГ о переговорах шантаж кремлевского дедушки даже не упоминается Зато подчеркивается, что Путина призвали к немедленному перемирию, выводу войск из Украины и серьезным прямым переговорам с Зеленским Выходит, что Франция и Германия наконец осознали, что Украина своими территориями не торгует Настоящий ход конем, не зря же ведь Лаврова называют грустной лошадью Главный российский недодипломат, четко следуя заветам Геббельса и подменяя понятия, доврался до того, что заявил Это вообще Запад объявил войну Украине, откуда готовилось нападение, правда не сказал Запад объявил нам, объявил всему русскому миру тотальную войну, это теперь уже никто и не скрывает И доходит уже до абсурда та самая культура отмены России и всего, что связано с нашей страной И это еще биолабораторию помянуть забыл Но не забыли сепаратисты в так называемом ЛНР Возбудили дело по факту распространения туберкулеза с помощью беспилотника Мол, ВСУ раскидали агитационные листовки с зараженными деньгами Неустановленные военнослужащие ВСУ с применением летательного аппарата Лалека С-100 Осуществили распространение на территории села Степное Славяно-Сербского района Луганской Народной Республики На тот период времени переграниченная территория с линией боевого соприкосновения Агитационных листовок, имитирующих денежные средства, находящиеся в обороте на территории Луганской Народной Республики В ходе проведения исследования указанных листовок установлено их искусственное заражение Чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности В море скоро будет жарче, чем на суше Министр обороны Украины подтвердил передачу стране мощного оружия Пусковых установок наземного базирования и противокорабельных ракет «Гарпун» Они позволят деблокировать Черное море Кроме этого подтверждена передача американских самоходных 155-мм гаубиц М109 А на передовой уже успешно работают другие виды артиллерии Гаубица М777, ФХ-70, САУ «Цезарь» Мы воюем за нашу свободу Мы обовязково переможем В Мерсии, Франце! В бой идут одни старики И это не только о танках Т-62, которые спешно перебрасывают в Украину Путин подписал закон об отмене верхней границы возраста Для заключения контракта о прохождении воинской службы Настолько все идет по плану и настолько им хватает сил Купанты на передовой в бешенстве От 58-й армии вообще там ничего не осталось Там вообще она считалась самая тяжелая армия Самая тяжелая армия Южного военного округа И по итогу от нее не осталось практически ничего У него в роте ни одного человека живого нет Ни одного у всех, короче, поугивали Всю роту Поесть роты, где осталось там три человека, четыре человека В бригаде уже у нас людей нету Нашу бригаду по-любому будут расформировывать Потому что много людей очень уволилось Очень много людей Вот уезжает, например, один человек По истечению срока контракта Вот у него контракт заканчивается И вот он едет домой, да, прыгает в КАМАЗ А за ним еще восемь человек прыгают в КАМАЗ Которые хотят уволиться сами По несоблюдению И они просто едут, короче, и увольняются И вот так вот постоянно, типа, есть возможность Человек восемь-десять уезжает У нас нет кому, вообще некому Вот, ну, блядь, некому идти в наступление, понимаешь? Восемь человек берут деревню Восемь, мама Против них пятьсот человек сидит Окопанных в бетоне А они восемь идут Вообще без какой-либо поддержки О чем можно говорить? Какая армия, блядь, сильная, нахуй, российская А, блядь, бутафорская, нахуй Я ебаю армию в рот вместе с этой страной Нет тел, нет потери В Google Maps создали интерактивную мапу потерь оккупантов в войне Она основана на реальных данных Которые подтверждены родственниками или официальными сообщениями На карте также отмечено За что умирают солдаты Там есть и вилла Матвиенко И часы Пескова И майба Хлаврова И легендарная яхта Путина Кстати, оставленную российскую методичку По правильному обращению с населением Нашли на Киевщине Если кратко Нужно говорить, что во всем виновата Америка А если спросят, что вы тут делаете Отвечать, что приехали с гуманитарной миссии И привезли продукты Так как украинская власть людей бросила А вот то, что бросили оккупанты В Буче в качестве подарка хозяевам дома Они оставили гирю на мине Если ее поднять, устройство сдетонирует Удивительно, но во Владивостоке Несколько депутатов-коммунистов Выступили за вывод войск из Украины Заседание Заксобрания Приморья Сегодня началось заявление депутатов-коммунистов Выступивших с обращением К президенту Российской Федерации Владимиру Путину против войны Все случилось в присутствии губернатора Олега Кожемяка Который готовился, на самом деле, к отчету О работе правительства региона За прошлый год Но был вынужден услышать Несколько не те слова И не те доклады Которые планировались Сообщается, что Двух выступивших против войны Лишили права голоса Губернатор потребовал вывести их из зала А после выступления Даже лидер местных коммунистов Поспешил, естественно, откреститься В последнее заседание, где мы приняли комплекс мер Поддержки семей погибших военнослужащих От группы депутатов Составлено следующее обращение К президенту Российской Федерации Здесь всем предложение Уважаемый президент Обращаюсь к вам Группа депутатов законодательного собрания Леонид Юрьевич, вы меня слышите? Несколько дней назад На очередном заседании Мы приняли комплекс мер Поддержки семей военнослужащих погибших Получивших погибших в ходе военной операции Мы понимаем Что если наша страна Не прекратит военную операцию То сирот в нашей стране Станет еще больше В ходе военной операции Гибнут и становятся инвалидами молодые люди Которые могли бы принести Эргонную пользу нашей стране Почти три месяца прошедшие Снаряд Леонид Юрьевич, раз мы обсуждаем Почти три месяца Мы обсуждали, что военным путем Тостичь успеха невозможно Продолжение военной операции Приведет к неминуемому увеличению Количества погибших Когда на них появится Мы требуем немедленного выбора Войск российских федераций Я вам делаю предупреждение Мы требуем прекратить Вы вышли из повестки из рекламы Соответственно Леонид Юрьевич, нарушаете регламент Выступаете без разрешения Председательства Депутаты Васюкевич, почему у вас Сустав Шульгар А вы должны его слушать Это раз Во-вторых Олег Николаевич, например Не депутат законодательного собрания Но у него в повестке Почему-то полтора часа Я не против Выступайте Мы вас с удовольствием послушаем Но депутат Васюкевич Тоже имеет право выступить Измене нужно Ничего не изменит Можно продолжать Вообще я хочу отметить Тот факт Что есть смелые люди В России Есть те, кто Не боятся Вот даже так На камеру И тем более В присутствии Политиков Высказываться против войны Я бы хотела показать Еще одно видео Мария Захарова Представитель Министерства иностранных дел России Чья позиция Хорошо известна Относительно Так называемой Спецоперации В Украине Так вот С ней в спор Вступила студентка Уральского федерального университета Куда Мария Захарова Приезжала С лекцией Мы от зависимости С СССР Никогда От вас СССР Закрывали Мы И По большому счету Одно из Немногих стран По-настоящему А на бумаге Относится К этой самой Независимости И ступенитет Вы простите Конечно Мы вчера Еще были С ними А именно Государство В одним народ Восемь лет Мы делаем Сот Для того Чтобы Меру Дипломатически Предотвратить Эскалацию 13 тысяч Человек Вы не убили Вы их не видите Вы не знаете А они просто Армстреливали Понимаете А еще Есть вопрос Наши безопасности У меня просит 30 лар Беллаборатория 30 Это же Украинская Беллаборатория А они называются Украинская Это же Притагонская Беллаборатория Вы Просто Живете 20 дней Вот здесь Родители Люди Вы с ними Разговариваете На русском языке Завтра Вот потому что Какие-то дяди За вас Порешают что-то Завтра Уже завтра Вы придете В инвестив И ваша старшая Коллега И скажет Вы знаете Вы будете На развлении Что-то Вы будете Я на вас Посмотрю Вы знаете Как вы будете Кричать Отставить Ваши права Вас просто Это никогда Не касалось Восемь лет Мы бегали За ними За всеми А они Как у них Что все Никогда Не рассуждайте На этой теме Тема Какого-то А вы знаете Это все Надо смотреть От ситуации Незаправления И сопоставлять С тем Что написано На бумаге Тогда вы Поймете Но если цены Выросли В некоторых Позициях Кратно У нас что Зарплаты увеличились Или может Пенсионерам Кто-то пенсии Значительно Поднял Да нету Я считаю Что депутатам Нужно об этом Говорить Когда мы Решим Вопросы Российской Внутренней Политики Да Можно говорить На тему Международных Вопросов Внешней Тематики На протяжении 30 лет Принял законы Которые все Наши национальные Богатства Позволил Называть Своими 1% Населения 90% Денег Нашей страны Принадлежит Кучке Зажравшихся Олигархов 50 человек Граждан России Владеют 50% Всех денег Какая к черту Матери Международная Политика Давайте Внутри России Победим Врагов Которые Нас грабят Без штыков Без дубинок Без судебных Решений Они грабят Нас на уровне Принятия Закона Диктуя нам Свою волю Мы всегда Это делали И делаем Сейчас Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова